Всем привет! Сегодня мы опять поговорим о питании роутера. Я уже как-то показывал вам, как роутер работает от 12 вольт, то есть от родного штатного питания. Меня часто спрашивают, какой блок питания, где найти блок питания на 2 ампера. Ребята, на 2 ампера блок питания для питания роутера не нужен совершенно. Если у вас роутер без USB, то вам достаточно, в принципе, любого блока питания на 250 мА, но лучше с запасом брать, то есть 500 мА, на 2 ампера искать не нужно. Если же роутер у вас USB и вы планируете вставлять туда флешки, либо там внешние жесткие диски, ну тогда, конечно, вот для этих случаев и нам нужен 2 амперный. Но сейчас мы не об этом. Это я так немножко повторился. Сейчас мы посмотрим, как этот роутер работает не от родного блока питания. Вот его провод. То есть не от 12 вольт, а от 5 вольт. Да-да. Я его сейчас подключил от 5 вольт. Вот вы видите, проводок идет. И мы видим, что напряжение у нас 497 вольта, ну 5 вольт. Ток потребления 380, 410, 420, ну вот где-то 400 мА плюс-минус 0,4 ампера. Всего-навсего. Вот он стоит у меня так уже 20 минут. Подключен и отлично работает. Это у меня роутер Xiaomi. Но так работают абсолютно все роутеры, которые были у меня в руках. Я проверял на D-Link, я проверял на Asus. И они абсолютно все отлично работают. Причем работает и по Wi-Fi. И уменьшение дальности связи по Wi-Fi я не заметил. Вот лично я. Все прекрасно работает. Так, ну давайте посмотрим, что у нас выдает на USB. Ну выходим. Ну будем считать 4,7. Кто-то может подумать, что это маловато, что флешка работать не будет. Но нет, флешка у нас работать будет. Давайте ее воткнем сюда флешку на 16 гигабайт. Посмотрим. Потребление здесь у нас уже идет 500 мА. То есть немножечко возросло естественно. Ну и самое интересное. Ну вот оно. Флешка у нас моргает. Давайте, чтобы еще раз убедиться в том, что у нас все работает. Мы войдем. Вот. Вот определилась моя флешка. USB-фолдер. И вот файлы, которые у меня на флешке. Вот, например, есть фильм «Остров сокровищ». Давайте попробуем его запустить. Пошла моргать. Откроется, не откроется. По заказу Гостелерадио СССР. Киев Научфильм. Как видите, все прекрасно работает. Так, не будем. А то авторские права, видите ли. Все у нас отлично работает. Даже при таком пониженном напряжении. 4,6 вольта. Поэтому, в принципе, вы свои роутеры можете запитывать даже от любой зарядки от телефона. Ну, зарядки у нас уже даже на полампера. Трудно найти. В основном, это 1-амперный, 2-амперный. 5 вольт подключить. И тоже все будет работать. Ну, или если вы запитываете как резервный источник питания, допустим, от того же пауэрбанка 5-вольтового, роутер будет отлично работать. Ну, и давайте я сейчас подключу через 12 вольт. Еще раз вам покажу, что роутер много не берет. Подключаем приборчик. И вот мы видим 98 миллиампер. Давайте полярность поменяю, чтобы вас минус не смущал. Видите? 98 миллиампер. Вот 105 миллиампер. 106, 110. Вот пошел пик у нас. Там 150-160 было миллиампер. Вот такой ток он потребляет при 12 вольтах. 160 миллиампер. То есть до 200 миллиампер. Ток очень слабый. В принципе, все. Надеюсь, эта информация была вам полезна. И теперь вы знаете, что ваш роутер можно включать через обычный пауэрбанк, который выдает 5 вольт. Либо зарядку от мобилки. Всем пока. До новых встреч. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok